Привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами делаем очень крутые, очень вкусные и хрустящие рогалики. Эти рогалики будут дрожжевые. Кто бы мог подумать, посмотрите, они какие тоненькие и очень хрустящие. Они совершенно не похожи на дрожжевые и даже не пахнут так. Я их буду делать и вот такими вот цветными, и беленькими обычными. Для начала приготовим дрожжевую смесь. Я взяла 100 грамм молока и туда буду добавлять где-то 12 грамм живых дрожжей и 50 грамм сахара. Это весь сахар, который у нас будет идти в тесто. Так как мы еще будем вложить сладкую начинку и сам рогалик макать в сахар, больше сахара нам не нужно. Добавлю также сюда еще ванильки. Молочко я чуть-чуть подогрела в микроволновке, чтобы оно было тепленькое. Добавляю сюда где-то столовую ложку муки, может чуть-чуть больше. И буду добавлять дрожжи. Я всегда пользуюсь только вот такими вот живыми дрожжами, никогда не использую сухие. Но если вы любитель сухих дрожжей, пожалуйста используйте просто их половину меньше, то бишь 6 грамм живых дрожжей. Им нужно будет может чуть-чуть дольше постоять для того, чтобы ожить. Перемешиваю нашу смесь и отставляю на буквально минут 5-10. Тем временем просею муку и натру масло. Просеиваю я 2 стакана муки. У меня здесь получилось это 190 грамм, то есть, точнее 290 грамм. Как раз вместе с теми двумя ложками, которые я положила в самом начале в так называемую опару, это где-то 300 грамм в общем у нас муки нужно. Потерла также сюда на терке подмороженный маргарин, либо сливочное масло. Желательно, чтобы он, конечно, был хорошо замороженный, но у меня он еще не успел сильно хорошо замерзнуть. И добавила щепотку соли. Все это хорошо перемешиваю до образования крошки, так как мы это делаем, допустим, на слоеное тесто. Посмотрите, уже ожили мы дрожжи за 5 минут, даже, может, меньше прошло. И жидкую смесь добавляю в муку. И также очень быстренько это все добро перемешиваю. Если у вас маргарин или масло уже успели очень хорошо остыть, то у вас получится более слоеное такое тесто. Я его долго не вымешиваю, я его просто собираю в ком. Сильно не растираю. Делю тесто на 2 части, мне просто так удобно будет катать. Отправляю на досточку в холодильник. Минимум на полчаса, для того, чтобы тесто у нас немножечко подружилось. Тем временем я подготовлю начинку. Я купила вот такое вот, у нас продается повидло кусковое. Можно использовать домашнее густое повидло. В общем, начинка должна быть та, которая не течет. Это может быть и сгущенка с орехами, допустим, перемешанная. Вот, то есть, это могут быть и просто орехи с сахаром. То есть, как вам нравится. Смотрите, я разбила одно яйцо и нагласно насыпала в тарелочку отдельно сахара. В этот сахар добавлю чуточку корицы, совсем капельку. Буквально четверть чайной ложки, может, даже меньше. Просто для аромата. Можно вместо сахара использовать орехи, измельченные, но не жареные. Они у вас поджарятся потом в духовке. Отставляю, пока это все добро. Яйцо, кстати, нужно так вот немножечко пробить. Мы в него потом будем окунать наши рогалики. Раскатываем пласт теста. Тесто я катаю очень тонко. Я не люблю, чтобы теста было много. Я люблю, чтобы было много начинки. И не хочу, чтобы они у меня были чересчур толстые. Вот такую вот штучку интересную я купила на китайском сайте New Cheek. Я ее показываю в видеораспаковке. Ссылочку на данную штучку вы можете найти также у меня в описании, как и на сам сайт. Сайт очень интересный. В общем, там много всяких мелочей в Китае, которых у нас, допустим, нет. Прекрасные треугольники. Оно разрезает, но для меня они немножечко коротковаты. Поэтому носик я чуть-чуть прокатываю. Подрезаю низ. Внутрь кладу небольшой кусочек своего мармелада. И вот так вот прокатываю. Ушки лучше всего завернуть. Так и начинка у вас точно выбегать не будет. Посмотрите еще раз. Срединку подрезала. Эту срединку я вот так вот вокруг, вы видели, чуть-чуть расставляю. Это уже изначально придает изгиб моим рогаликам. Рогалики можно сделать и по-обычному, раскатав круг и разрезав этот круг на сегменты. Теперь я просто макаю свои рогалики в яйцо, затем в сахар и отправляю на противень. Очень быстро на самом деле получается. Из этого количества теста у меня получилось 2,5 противня рогалика. Также я взяла еще небольшой кусочек теста, покрасила красным пищевым красителем буквально одной капелькой. Хорошенько перемешала. Потом положила красный слой теста, на него белый слой теста и вместе раскатала. Получились у меня вот такие вот цветные красные рогалики. Они очень симпатичные и очень нравятся тогда детям. Можно использовать, допустим, какие-то красители, которые натуральные, то бишь куркуму или, допустим, сок овощной или фруктовый. Рогалики пекутся у нас где-то в течение 20 минут при температуре 170 градусов и получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!